Всем привет, меня зовут Александр Фомин, я технический специалист компании IM Systems и сегодня я хочу познакомить вас с биометрическим терминалом для распознавания лиц от компании GGG Banking. Данный терминал, кроме того, что умеет распознавать лицо посетителя, также способен измерять температуру его тела и определять наличие или отсутствие на его лице маски. Данный терминал уже имеет полную интеграцию с нашими программными комплексами APAX3000, APAXBIO и LYRICS и может работать как в качестве считывателя GIGANT, то есть шляпать распознавание лица, детектировать температуру наличие маски, после чего выдавать сигнал по интерфейсу VIGANT. А также он может быть полнофункциональным самостоятельным контроллером SCUD и осуществлять управление дверью в автономном режиме. Позвольте мне показать, как устройство работает в режиме идентификации лица, пока что без требования к измерению температуры и без требования к наличию маски. Сейчас он находится в так называемом ждущем режиме, и как только в поле зрения камер появится лицо, устройство моментально начнет его распознавание. Идентификация успешна. Как вы видите, распознавание заняло менее чем полсекунды, а это при том, что в базе находится 44 тысячи человек из максимальных 50 тысяч человек для режима идентификации. А теперь давайте посмотрим, как устройство работает в режиме идентификации лица и измерения температуры. Устройство имеет встроенный пирометр, который позволяет произвести измерение температуры тела с точностью плюс-минус 0,3 разуса Цельсия. Для того, чтобы включить этот режим, режим измерения температуры тела, я выставляю специальную галочку в нашем программе обеспечения. Я эту функцию уже включил, давайте проверим, как он работает. Вместе с идентификацией на экран выявилось текущее температуре тела. Если температура тела находится в допустимом диапазоне значений, тогда доступ предоставляется. В том случае, если температура тела находится в недопустимом диапазоне значений, доступ будет запрещен. И об этом придется соответствующее событие в систему контроля доступа. Еще один возможный режим работы устройства, когда помимо идентификации по лицу, помимо измерения температуры тела, мы хотим обязать человека проходить в маске. Для этого устройство умеет детектировать наличие или отсутствие маски. И в зависимости от этого разрешать доступ или доступ запрещать. Я сейчас включил режим требования маски и давайте попробуем авторизоваться на счету. Пожалуйста, оденьте маску. Как видите, меня распознал, написал, что это я, измерил мою температуру, но при этом доступе было отказано, поскольку на мне не была надета маска. При этом в систему приходит соответствующее событие о том, что в доступе отказано, нет маски. Давайте маску наденем. Идентификация успешна. Идентификация прошла успешно и, несмотря на то, что значительная часть моего лица закрыта маской, терминал также успешно меня распознает. Идентификация успешна. Кроме того, это могут быть различные типы масок, обычные медицинские, маска респираторного типа. Идентификация успешна. Терминал, однако, успешно осуществляет идентификацию лица человека. Наши клиенты и наши партнеры часто спрашивают, можно ли обмануть устройство, показав ему фотографию человека? Мы отвечаем, конечно же, нет. Для этого в устройстве есть защита от подделки лица при помощи фотографии. И она работает в двух диапазонах. Первый – это диапазон видимого спектра при помощи обычной оптической камеры. И второй диапазон – это инфракрасный диапазон. Для этого у терминала есть блок мощной инфракрасной подсветки. Чтобы вам это доказать, я сделал фотографию своего лица, распечатывал ее на листе А4. И давайте попробуем предъявить это фото терминалу. Как вы можете видеть, само лицо, область лица он детектирует как изображение, но проверка защиты от фотографии не дает это лицо распознать. Идентификация успешна. Итак, дорогие друзья, мы показали вам устройство от компании GG Banking, которое совмещает в себе три наиболее актуальных концепции современного времени. Это и биометрическая идентификация по лицу, и измерение температуры тела, и требования к ношению маски. Данное устройство, как я уже сказал, полностью интегрировано в существующие системы APAX, APAX Bio и Lyrics. Поэтому, если вам необходима дополнительная информация по приобретению данного устройства, по расширению ваших существующих систем, то прошу вас обратиться к менеджерам компании IM Systems. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok